Фигурное катание. Мы с вами вновь возвращаемся во дворец спорта Канада. Гран-при финал. Мужское одиночное катание. Режиссер программы Дмитрий Кузьмин, наш комментатор Александр Байчук. Сейчас мы с вами смотрим распорядок фигуристов. Шесть мужчин, которые выйдут на сегодня налет. Нам показалось Антонио Атавича Кванта, президент ИСУ. Ну что, первый фигурист, который вызывает налет, Юзуру Ханьо. Это японский фигурист. Кстати, вот в Москве на шестом этапе он вызывал первое место. Сумма баллов общая была 241,66. Ну а за короткую программу лучший результат сезона 82-78. На нами Аба тренирует его. 17-му фигуристу. Очень молодой, очень перспективный. И может очень неплохо катать сегодня свою короткую программу. Давайте посмотрим за его исполнением. Что, первый каскад у него, наверное, будет четверной. Давайте посмотрим. Четверной с тройным. Ах, четверной неудача. Естественно, каскада нет. Жалко, срывает первый каскад японский фигурист. Ну а что дальше? Дальше тройной аксель. Это чисто. Прыжок вращения, прыжок к либлу. Третий обязательный элемент. Всего их семь должны исполнить фигуристы. Красивое положение. 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 А здесь липтый луп он сделал, здесь сделал каскад, да. Поменял местами, здесь он прыгнул. Каскад, который не склонил первым, он сделал здесь. Продолжение следует. Исполнил комбинированное вращение. Да, очень эмоциональное выступление. Очень эмоциональный, японский фигурист старался, точно старался показать все, что возможно в короткой программе. Конечно, он мог сделать больше, но, к сожалению, сегодня у него не сложилось. Пока не сложилось. Ну что же, впереди еще произвольная программа. Ну вот каскад ему, первый же каскад, 4-3. А, четверной тулуп и тройной тулуп у него не удался. Ну что, он его повторил, но, конечно, судя это заметит, это не будет плюсом. А, естественно, будет минусом его исполнение сегодня. Досадно, очень хороший фигурист, легкий, прыгучий и упустил ошибку. Ну что же, это финал. Это волнение. Ну, будем, конечно, к нему лояльны. Он катался все-таки первым, открывал. А вот сейчас на лед уже выходит Жавьер Фернандес, испанский фигурист. Да, и все рассчитано по времени. Раньше разминку не выявили, все рассчитано по секундам. Фернандес уже разминается, очень интересный у него костюм. Фернандес уже разминается, очень интересный у него. Фернандес уже разминается, очень интересный у него. Да, не высокие будут оценки, конечно. Вот, да, вывалился внутрь на утреннее бюро. Естественно, конечно, он не смог уже прыгать второй прыжок после такого выезда. А вот три с половиной чисто. Хорошее положение корпуса, свободные ноги на выезде. Все как надо. Вот, флип тройной и тулуп тройной. Он прыгал, каскад здесь. Немножко, может быть, небольшой недокрут был на втором прыжке тройном. Но три-три каскад он сделал. 79-33. Кстати, посмотрите, техника на 43, а оригинальность программы намного меньше. 79-33. И он, естественно, пока первый. Потому что, естественно, один и откатался пока. А вот сейчас посмотрим с вами, давайте внимательно, за Жавье Фернандес. Испанский феврист, очень прыгучий. Если настроиться, то очень может неплохо откатать короткую программу. Второй он был на скейте Кеннаде, это второй турнир Гран-при. И в Москве на шестом этапе тоже был вторым. И так у него два места, два серебра позволили ему набрать определенную сумму баллов и попасть в финал Гран-при. Лучший результат 84-71. С короткой программы, которую имел Фернандес. Шпирной есть у Луфа, смотрите, как чисто, легко. Ох, а здесь выбралось. Ну, молодец, удержалось. Смотрите, какой болевой спортсмен. Вы знаете, из такого положения вот предыдущий японский фигурист не смог сделать каскад, а он сделал, представляете? Отжаться на ноге, хотя пришел чисто на внутреннее бро. Но в повторе мы явно это увидим и посмотрим. В общем, болевой спортсмен. Три с половиной, чисто тройная аксель. Так, ну что, все прыжковые элементы он закончил, он отпрыгал. И сейчас у него пойдут вращения и дорожки шагов. Вот одно вращение он делает. Это прыжок-волчок. Со смены ноги очень интересное вращение. Сейчас. Со смены ноги. Волчке. Вот дорожки шагов по прямой. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Такой интересный, своеобразный прокат. Вроде бы допустил ошибку, но он все скрыл своим, вот этим, знаете, каким-то внутренним обаянием, постановкой программы и общением, конечно, со зрителем. Благодаря вот этой поддержке залов, знаете, как-то сбываешь про эти ошибки, которые он совершил. Ну, не точный был выезд к нему после тройного прыжка. Мы сейчас, я думаю, нам оператор в повторе покажет. Но смотрите, как интересно. А общее впечатление хорошее от проката. Ну, естественно, 4-0 тулуп чисто исполнен, нейтральный аксель. А каскад мы с вами посмотрим, как он, просто удивительно, как он смог отжаться после такого приземления на внутреннее евро и исполнить еще второй прыжок в каскаде, членовый волевой спортсмен. Да, вот такая поддержка зала, конечно, многого стоит и приятно кататься. Я думаю, что и на всех соревнованиях его так будут поддерживать зрители. Брайан Уорсер его тренирует, это очень известный фигурист канадский. Он был и серебрым призером чемпионатов мира и Олимпийских игр. Очень хорошие программы были Брайан Уорсер. Но сейчас он свой опыт передает юным фигуристам. Жовек Фернандес – это, можно сказать, его пример. А Нальто уже чешский фигурист. Чешский фигурист Михал Бжезина. Тоже очень прыгучий фигурист и хорошее настроение. И все сложится. Мы увидим очень неплохую короткую программу его исполнения. А Жильер должен получить очень неплохие оценки. Давайте посмотрим. Вот четверной тулуп. Чистый выезд. Чистый, абсолютно чистый выезд. Хочется посмотреть каскад. А, вот лут. Да, и посмотрите, строчками он смог сделать. Правда, двойной в конце, но все-таки сделал второй прыжок. Двойным. Да, тройной лутся и тройной тулуп. У него был каскад у Фернандса. Получилось только 3-2. Ну, с ним этому, конечно. Посмотрим. 79-33 получил. О, 81, конечно. 81-26. Прекрасный результат. Прекрасный результат. Естественно, становится первым. Ну что, на льду мы видим уже чешского фигуриста. Он входит для исполнения своей короткой программы. Михаил Бжезина. С Кэйт Америкой он был первым. 216 баллов набрал за короткую программу. И в Париже на приз-пампарт был третьим. 218-60. Таков результат его двух выступлений. Посмотрим, что он покажет сейчас на финале Гран-при. 2 с половиной чисто. Ах, 14-й, хип-хип. Жалко. Ах, 14-й, хип-хип. Ах, 14-й, хип-хип. Ах, 14-й, хип-хип. Ах, 14-й, хип-хип. Но и ритм исполнения программы практически без остановки. Практически без остановки, без медленных частей. Он катал свою короткую программу. Но не без ошибок. Но не без ошибок, к сожалению, не без ошибок, что он чешский фигурец исполнил свою программу. Но зрителям понравился. В общем, понравилась программа и музыкальная, и постановка. Да, большой тренерский совет тренирует этого фигуриста. Петер Старок. Петер Старок. Пайфер. Карл Дивен. Паскаль Камерленко, видите, подошел к фигуристу. Значит, он ставил ему программу. Работал с ним как хореограф. Да, большой тренерский совет. Работал с ним как хорошее время. Петер Старок. Тоже очень технически подготовленный фигурист. Ну, без четверного. Он не заявлял на эту сторону четверной. Я думаю, что, конечно, он не будет рисковать, исполняет здесь четверной. Посмотрим, какие баллы получит чешский фигурист В повторе нам сейчас показывает тройной аксель Чисто Сейчас смотрим Флип с троечкой выезд Это луп тройной Сделал, да, троечки Это уже не каскад, а комбинация А вот здесь у него падение Сальков Четырной Сальков пытался исполнить, но падение Ну что, за смелость дадут, а за падение, естественно, снимут Сейчас посмотрим Давить и дедакшн, как раз та ошибка, это является падение 75-26 он получает, 75-26 Да И он третий пока, действительно, третий после трех от Катаро-фигуристов Дерми Эбутлик И это терпение очень эмоциональный фигурист и сразу сразу привлёк фуббеку своим первыми движениями оригинальное начало с точки зрения хореографии флип тройной ну вот каскад видите флип тройной тулуп без каскада сделал просто тройной флип сейчас каскад сделать другом месте тройная акция чисто и А вот здесь сделал Луц Клуб, а здесь сделал Каскад. И дорогие шаги. Прямой. И дорогие шаги. 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 Субтитры делал DimaTorzok Без ошибок откатался Без каскада, без каскада Время где-то его вставлять прыгать Уже было Не хватало ни времени, ни места Да, без каскада Посмотрим, 90-43 его лучший результат За короткую программу Я думаю, что Радко 70 с чем-то 79, наверное Не знаю, посмотрим Компоненты, конечно, у него будут большие Потому что он подтянется За счет компонентов Да, видите, какие Сувениры Субтитры делал DimaTorzok Да, только уходят Один фигурист на льду уже Разминается, имеет право разминаться Следующий Патрик Чан на льду Патрик Чан И, конечно, зрители Куда он не повернет голову на трибуну Тут же Лукоплещет И тут же понимает Принимает его овациями Аплодисментами Ну что ж Действительно канадец Катается в Канаде В общем-то, один из ведущих фигуристов мира И близок уже Заявает этот титул и здесь На гран-при Посмотрим, как такая короткая программа Все Возможности у него для этого есть Очень хорошие компоненты Хорошая программа И Технически подготовленный фигурист Это Суки-то Кахаши ждет С его судейского приговора Посмотрим, сколько Балов поставят ему за короткую программу Судьи Да, конечно Там он знает Он Знает, где он совершил ошибки Вот видите Да, две ноги, естественно Небольшой недокрут Поэтому он подстраховался от падения Подставил вторую ногу на выезде Это естественно Вот центровка Видите, как он Сейчас нам оператор показывает Но вот вернулся В центре вращения Было смещение Компоненты программы у него будут Хорошие Посмотрим Объявляют оценки Просит показать Судьи Посмотрим Да, как я и говорил 76 он только набирает Я сказал, что где-то до 80 Ну, немножко ошибся 76-49 76-49 И он четвертый Он только четвертый После короткой Программы Чемпион мира Ну, вот так вот бывает Он только четвертый На сегодня А сейчас налет уже Под аплодисменты И Шум трибун Вы слышите Выходит Патрик Чан Патрик Чан Канадский фигурист Кристи Крал Его тренирует Первым он был на Скейт Кеннеда И в Париже На бомбард Он тоже был первым 240-60 И 253 Такая большая сумма баллов Ну, я имею ввиду И короткая и произвольная Программа вместе Общая сумма баллов Он набирал На этих двух этапах Все шансы набрать Такую же сумму баллов Очень стабильный фигурист Четыре Смотрим Чисто Ох Представляете Ну Я даже не ожидал Что он будет прыгать Второй прыжок В каскаде Но Совсем не осталось места Он практически Закрутился в борту Знаете, как Завился в борт Но Совершенно неожиданно Я даже не ожидал Что он будет прыгать Второй прыжок Но, слава богу Все обошлось Без травмы Смотрим тройной аксель С касанием рукой Да, немножко Шоком состоянием Конечно, сейчас отойдет Большая ошибка Во втором прыжке Конечно, неприятно По-моему, так Въехал в борт Но Обошлось Нет травмы Это самое главное Все, смотрим Каскад с флипом Да Флип Осталось вращение Комбинированное Сейчас будет Комбинированное Вращение Это шестой элемент И седьмым Дорог шагов Субтитры создавал DimaTorzok Да, эмоционально Эмоционально Сейчас, конечно, можно взяться за голову Совершенно непонятно Знаете, вот этот каскад был, конечно, четверным В повторе посмотрим Но, знаете, завернулся в борт Действительно И у самого сердца волнуется Показывает И действительно Вот этот каскад был совершенно непонятный Да, по четверному Как-то Бравада очень так решил прыгать Второй прыжок А после этого Получил какой-то шок И вот Тройной Следующий прыжок был тоже С ошибкой Эмоциональный фигурист Да, не ожидал он сам Что так получится Но очень близко к борту Был очень близко, конечно В другую сторону Он прыгнуть мог Но Против физики, конечно, не пойдешь И Зрителя стоя аплодирует Поддерживает своего фигуриста Это естественно Он заступает у себя на родине И Есть такой момент Выразить ему свою благодарность За его хорошее выступление Кристи Кроллова тренирует Тренер его Вот сейчас мы смотрим Давайте смотрим С вами Четверной тулуп И вот здесь он решил Прыгнуть тройной Вы знаете, кстати Докрутил, выехал Но Для выезда уже места не осталось Вот нам еще раз показывает Четверной выехал Прыгает тройной Тулуп тоже выезжает Но Не хватило буквально метра Не хватило, чтобы он выехал Просто немножко не рассчитал фигурист Площадку И получилось А вот Луц Он прыгнул хорошо тройной Чисто Да Конечно, я думаю, что он будет лидером 86 86, да Хотя Дидакшнон есть Одно падение 86, 63 он получает И он первый, да Он первый после сегодняшнего дня соревнований После короткой программы Мужском одиночном катании Ну что, можно поздравить Патрика Чана, да? Пока он первый Сейчас он может смеяться Вспоминать этот Довольно комичный случай Наверное, в практике у него такого не было А если было, то только где-то, наверное, в начале Его фигурной карьеры А уже взрослые спортсмены, конечно Патрика Чан, Джерми Эбот, Фернандес Третий Японский фигурист у нас получается Да Хайо четвертый Дайсюкита Хахаши у нас Пятое место И Мехал Брождино Шестое Патрика Чан Первый Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok